Всем привет, друзья-автомобилисты! Многие из вас просят, чтобы я рассказывал как можно больше историй из жизни. Сегодняшний видеоролик не исключение. Итак, 96-й год. Мой кум, мой хороший друг и мой одноклассник, все это в одном, покупает себе хороший автомобиль Audi A4. Получается, что 96-й год, свеженькая машинка, классная. Ну, в общем-то, покупает он ее, нарадоваться не может поначалу. Но потом получаются неприятности. Вначале к нему заезжает полиция, оказывается, что этот автомобиль вроде как участвовал в каком-то криминале, непонятно в каком, а он брал официально в автосалоне его. Ну, тогда не было таких уже прямо легально привезенных автомобилей. Но, тем не менее, это был официальный автосалон. И оказалось так, что эта машина где-то вроде как участвовала. Потом, когда он отдал кучу денег за то, чтобы закрыть этот вопрос, тогда, я так понимаю, что, может быть, тогда и менты тогда развели, все может быть. Потом у него получилась следующая проблема. Потом с блатными, опять же, пришлось платить для того, чтобы машину не отобрали. То есть, два раза эта машина вызвала такой негатив. Как-то потом, позже уже, мы с ним сидели, выпивали. Все-таки мы друзья и кумовья. И я сказал ему, Рома, продай мне эту машину. Он, подумав, сказал, ты знаешь, тебе я ее ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не продам. Я говорю, почему? Да потому, что она мне столько горя принесла и неприятности, что я не хочу, чтобы у тебя подобное было. Друзья мои, все это закончилось тем, что он разбился насмерть на этой машине. Погиб. Слетел с моста. Ну, в общем-то, до сих пор неизвестна ситуация, почему так получилось. В моста слетел и погиб. Я так понимаю, что это была роковая машина. То есть, эту машину преследовали неприятности. И он это чувствовал. Чувствовал и ее по этой причине не продал мне. Ну, вот представьте себе, друзья, у него не одна эта машина была. Но на ней он почему-то ездил часто. Она приносила ему неприятности. Тем не менее, он все равно на ней ездил. Пытался ее продать. Продаваться она не хотела ни при каких обстоятельствах. Вроде как уже находился клиент. И клиенты эти пропадали. Но вот мне он ее не продал. И таким образом, может быть, возможно, сберег, возможно, сберег мою жизнь. Я не знаю. Может и так. А может и нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!